Так, здравствуйте, меня зовут Елена Набиева, я работаю в лаборатории, сейчас она называется просто лабораторией геномики, вот здесь. Я расскажу вам про секвенирование организмов с известным геномом и сфокусируясь в основном на такой известный организм как человек, и здесь будет ближе к концу лекции, чем дальше к концу лекции, тем будет больше медицинских аспектов. В принципе, такая первая часть может быть интересна для тех, кто занимается какими-то другими организмами, а ближе к концу будет уже исключительно медицинская тематика. Значит, я буду рассказывать про разные инструментарии, которые есть в биоинформатике, для работы с этим задачей пересеквенирования и всякая работа с такими, всякой биоинформатической обработки таких данных. Но сначала я вставлю стать, который полагается видимо иметь в конце. Во-первых, что это в целом такой подход, что если вы занимаетесь биоинформатикой, то ваши лучшие друзья находятся где-нибудь, ну, кроме ваших товарищей, ваши лучшие друзья — это Google и специальные форумы, которые, в принципе, Google вас, скорее всего, тоже выведет на специальные форумы. Есть пара сайтов, на которых общается народ, биоинформатический народ, есть, ну, так, международных сайтов. Плюс и бывает у разных программ, которыми вы можете захотеть пользоваться. Бывают свои форумы, и там, в общем, полезной информации много находится. Также я буду рассказывать про некоторые инструменты, тулы, так сказать, которыми, в первую очередь, те, с которыми я имею опыт. Но это не значит, что это единственные возможные, иногда может быть даже не гарантированно самые лучшие, хотя хорошие признанные инструменты. Поэтому для решения любой задачи у вас есть гораздо больше выбора, чем дано на лекции. Потому что лекции просто — это некоторые из возможных вариантов решения задачи, ну, по крайней мере, и возможных программных пакетов, которые вы можете хотите использовать. Но далеко не все. Да. Вот. Ну, для настоящей работы вам придется читать документацию, а также статьи форм. То есть если вы будете конкретно решать какую задачу, вы все равно от всего этого не уйдете. Да. Ну и, наконец, будет домашнее задание. И, пожалуйста, не ждите до последнего, потому что может оказаться... То есть оно не очень длинное по вычислению, но все-таки оно там занимает некоторое время для вычисления. Поэтому не надо занимать весь сервер в последнюю ночь. Надо лучше начинать заранее. Ну, в общем, как я понимаю, это верно для любых домашних заданий на этом курсе. Ну, для большинства, по крайней мере. Вот. Значит, о чем я буду говорить? Я буду говорить про вот эту идею ресеквенирования или пересеквенирования. На первой лекции вы про это немножко слышали. То есть это идея, что у нас есть уже организм, чей геном, чей геном последовательность сам известна. Мы хотим изучать, может быть, не столько вот абстрактно вот этот организм так в целом, а хотим изучать конкретно конкретных индивидуумов. И для этого нас интересует последовательность генома конкретного индивидуума. И при том, что мы знаем уже есть понятие референсы. То есть кто-то из нас сделал задачу сборки, про которую вы слышали на предыдущих лекциях. Ну, тут есть разные этапы. Один этап – это кортирование. То есть мы хотим, собственно, получить геномную последовательность этого индивидуума. А потом мы ищем полиморфизм, то есть чем он отличается, допустим, от референса, в чем его индивидуальность. И потом мы с ним что-то делаем. И если это медицинские приложения, то мы, допустим, ищем мутации, которые могут вызывать заболевания. То здесь мы будем искать мутации, а здесь мы будем пытаться понять, допустим, полиморфизм и какие из этих полиморфизмов являются причинами заболевания. А потом я поговорю про конкретное приложение этой работы в онкологии. Там немножко задача будет отличаться тем, что у нас будет не только геномоорганизм, но еще будут два генома для одного организма. Один геном этого человека, обычно мы людей изучаем в первую очередь в медицине, а другой будет геном раковой опухоли, который можно, видимо, рассматривать как другой организм. Здесь мы будем говорить про один геном индивидуума, а здесь про пару геномов, один из которых опухолевый. Что такое персиклинирование? Это идея того, что мы, повторяюсь, мы определяем последовательность генома организма, конкретного индивидуума, принадлежащего к виду, чей геном уже, в принципе, известен. То есть у нас есть такая понятие, как референс на геном. Вот представление, вот этот геном человека. Опять-таки вы про это уже слышали на первой лекции. Для текущей сборки генома человека заканчивается на 38, то есть обычно есть два разных названия, они примерно одинаковые, но на 38. Но при этом до сих пор для домашних заданий вы будете пользоваться предыдущей сборкой, потому что она еще так, ну, просто по причинам, как бы сказать, историческим. Потому что я с ней долго работала, и просто пока даже у вас есть проекты, переход на новую сборку, он осуществляется с некоторым задержкой, потому что надо закончить то, что вы делаете, старая сборка. Поэтому вы можете встречать много чего для предыдущей сборки. Мне кажется, сколько я понимаю, эта сборка только недавно начала, так сказать, входить в массы. Вот. Но вот эту референс на последовательность вы можете скачать там с одного из сайтов. Значит, в нашем процессе биоинформатическом для работы с секвенированием у нас есть некая такая вот последовательность файлов и последовательность программ для работы с файлами, где на входе вы получаете, собственно, у вас есть ваш секвенатор, на входе вы получаете, значит, в этом биоинформате получаете такие fastq файлы, вы про них уже слышали, как-то вы их обрабатываете, про это вы тоже слышали, после чего вы, если вы занимаетесь рассеквенированием, вы их картируете или выравниваете на референс на геномы, получаете файлы в формате BAM, или сам про них я расскажу, после чего вы делаете, например, для задачи поиска полиморфизмов, точечных полиморфизмов, то есть, например, однонуклеотидных отличий, не знаю, меня от референса, вы будете запускать какие-то программы, которые с общим словом calling, то есть calling, значит, определение того, что вы ищете, определение полиморфизмов, например, там single nucleotide полиморфизм, то есть однонуклеотидный полиморфизм или короткий инсерциделец и энделы, а на выходе вы получите файл в формате VCF, с которым вы будете дальше работать, производить некий анализ и фильтрацию, чтобы определить, что же там интересного, и если вы работаете в медицине, то это вы дадите вашим медицинским коллабораторам. Эти файлы являются стандартными, если у программы, то есть часто у разных программ есть свои какие-то внутренние представления, которые часто более удобны для человека, но эти форматы файлов являются стандартными и позволяют общение между разными программами. Так, ну для чего это будет применимо в пересектинировании? А то сейчас я буду говорить уже про медицину. Если вы занимаетесь, допустим, эволюцией дрозофилы, вас интересует или каких-нибудь других интересных организмов, гоморусов или кого-нибудь еще. Если вас интересует конкретный индивидуальный геном, то первые много слайдов будут вам актуальны тоже. То есть если вас интересуют не человеки, а какие-то другие, допустим, эндрожжи или дрозофилы. Потому что первый шаг гений для всех приложений. Но в медицине, допустим, если мы говорим про медицину, то в качестве мотивации у вас может быть такая задача, как определение генетической причины какого-то наследственного заболевания. То есть есть сколько-то людей с каким-то синдромом. Вы хотите понять, поломка в каком гене вызывает этот синдром. В другом варианте, может быть, у вас есть какой-то синдром, который может объясняться разными генами. То есть у вас есть синдром, может быть, один человек с каким-то синдромом, который вызывается разными генами. Вы хотите определить, какой именно из генов вызвал это заболевание. То есть похожие задачи. Другая задача, например, поиск предрасположенности. То есть есть ли этот человек предрасположенность к раку. Говоря про онкологию, мы про это побольше поговорим. Мы можем хотеть искать мутации, которые появились в опухоли, которых не было в человеке при приеме зачатия, и таким образом пытаться понять причины опухоли, возникновения опухоли. В настоящее время для этих целей, если мы говорим опять-таки про человека, то распространено ресеквенирование отдельных участков. Обычно это либо кодирующие последовательности, плюс что-то еще, сейчас про это упомяну, либо полный экзон, называется слово экзон, то есть экзон это омик от экзона, то есть много экзонов, все-все экзоны. Или бывает конкретное, особенно в медицине, такой практической медицине, часто фокусируются на интересующих участках, то есть на интересующих наборах генов. В чем плюс, если мы занимаемся экзонным секвенированием, и это будет основной фокус этого лекции, именно экзонное секвенирование, плюс его в том, что вы получаете хорошее соотношение цена-информативность. То есть если вы, опять-таки я повторяю Машину лекцию, самую первую, то есть если вы ограничиваете себя только кодирующими участками, то вам нужно секвенировать около где-то 1-1,5% от генома. При этом считается, и, видимо, очень обоснованно, что это и есть как раз самая информативная часть генома. То есть если вы ищете причины, допустим, генетических заболеваний, особенно таких ярких, которые очень тяжелые, с очень яркими фенотипами, то, скорее всего, ваша искомая мутация будет в кодирующей последовательности. Ну и потом кодирующей последовательности гораздо проще анализировать, потому что про них больше известно. То есть мы можем смотреть на мутацию в кодирующей последовательности и определить, как она влияет, предсказать, как она влияет на белок. Иногда с большой долей достоверности, в то время как понимание некодирующих элементов сейчас хуже, пока еще хуже развито, хотя, конечно, стоит в это направление работать тоже. Минусы этого секвенирования тоже существуют. Во-первых, мы ограничиваемся теми участками, которые входят в наш экзомный набор, хотя тут есть некоторые, так сказать, у этой звездочки, есть подзвездочки на Сосновской, что значительно какая-то нетривиальная доля чтений при картировании ложится на некодирующие участки, точнее на участки, которые не входят в тот набор участков, которые вы хотите получить. То есть есть такое off-target, то есть off-targetные прочтения у вас получаются. И некоторые, и многие считают, что это, ну не многие, а некоторые считают, что это не бага-фечи, потому что мы таким образом как бы бесплатно получаем какой-то кусок некодирующих участков. Ну и также на практике экзомные наборы часто включают в себя другие функциональные последовательности, такие как микро-РНК, UTR и так далее. То есть это не только кодирующие последовательности на практике. Другая причина, она связана с тем, что вот это вот извлечение конкретно экзомных участков связано с, является источником дополнительного экспериментального шума. А также оно делает некоторые типы анализов более сложным или невозможным. То есть есть вещи, которые гораздо лучше делать с геномами, чем с экзомами. Даже если вас интересуют не только полиморфизмы в некодирующих участках, то есть такие вещи, как какие-то, например, структурные, после всех структурных вариантов, он проще, лучше или с геномной последовательностью. Но опять-таки у нас есть вот этот вот аспект, что геномное последовательное, геномное секвенирование, оно, на данный момент, пока еще дороже, чем экзомное. А в то же время, значит, есть, опять-таки, видимо, это скорее в практических применениях, чем в таких более академических. Есть, можно еще больше ограничить свой регион интереса в вашем геноме, то есть тот регион, который вы собираетесь секвенировать, не только не просто с кодирующими участками, а какими-то конкретными участками, в которых вы, значит, в большой вероятности ожидаете увидеть, ожидаете увидеть интересующую вас мутацию. То есть, например, если вы исследуете рак, то, особенно для какого-нибудь конкретного пациента, то может быть, то имеет смысл, например, использовать так называемую панель генов, которая связана, в данном случае, с раком. То есть есть такие стандартные панели, которые можно заказать. То есть вам обещают получить последовательность только генов, допустим, связанных с раком. Это какой-то список генов в этой панели. Или, допустим, вы изучаете наследственные заболевания определенного типа, и вы можете заказать себе набор для секвенирования генов из списка, которые связаны с наследственными заболеваниями. Также теоретически возможно создание собственных панелей интересующих вас генов, хотя, конечно, в таком случае вы платите. Тут понятно, что за разработку панели кто-то должен заплатить, это будете, видимо, вы. Когда в этом случае, наверное, будет, если уже существующую панель, наверное, купить гораздо дешевле. Я, впрочем, это на практике не смотрела, поэтому только мои догадки. Так, значит, ну а теперь закончимся вводной частью. Давайте поговорим про, собственно, биоинформатику. И большая часть этого применима как к полногеномному, так и к полноэкзомному секвенированию, и таргетному секвенированию тоже, хотя вот конкретно с этим у меня нет непосредственного опыта. Вот. Значит, первый шаг. То есть мы получили, то есть немножко вспомнить, где мы находимся, то есть у нас есть, допустим, секвенатор, про который вам рассказывал Маша на первой лекции. Вы, значит, получили риды, значит, вы их как-то обработали, потому что выходили на вторую лекцию, слышали, как Михаил рассказывал про контроль качества и обработку этих чтений. А, значит, теперь у вас есть хорошее чтение. Что с ними теперь делать? Если вы хотите взять чтение для человека, допустим, или для сахармасис сервиси. Мы хотим найти для каждого чтения место в геноме человека, то есть узнать, откуда эти чтения пришли, из какой участка генома человека. Таким образом мы потом сможем сравнивать вот эти вот чтения с референсом и смотреть, где есть отличия. То есть это чтение — это геном конкретного человека, а референс — это новый референс. Для этого мы будем использовать такую процедуру, как картирование. По-английски это mapping. Видимо, мне кажется, это не очень правильный перевод, но применяется пара картирования, и по сути это выравнивание. То есть мы берем чтение, вот эти наши короткие чтения, допустим, 100-нуклеотидные, и пытаемся их выровнять на геном человека. Эта задача отличается от стандартного выравнивания, ну, таких, как вы делаете, допустим, бластом, в нескольких аспектах. Во-первых, у вас есть очень много чтений, которые вы пытаетесь выровнять, и при этом один референс. То есть задача не симметрична, у вас есть очень много коротких чтений, и один референс. При этом чтения обычно, особенно для человека, обычно они сильно близки к референсу. То есть отличие между двумя людьми, оно не очень большое, не такое, как между, когда вы делаете бласт разных организмов, вы увидите гораздо больше отличий. Ну и еще, что вы ожидаете увидеть, что распределение ошибок не случайно, но про это вы слышали, тоже вот в лекции по обработке чтений. Это тоже надо иметь в виду. Хотя, возможно, в эти кусочки, ну, там, сделать какой-то тримминг, может быть, эта проблема стала, может быть, меньше после тримминга, но все равно надо ее иметь в виду. А еще часто делают, как вы тоже уже слышали, часто делаются парные чтения, то есть у вас есть ваш там сегмент, дэнкаунт сегвинируется с двух концов, допустим, по 100 нуклеотидов, то есть у вас есть как пары, две пары по 100 нуклеотидов, которые должны находиться на каком-то небольшом расстоянии друг от друга, допустим, тоже 100 нуклеотидов, в зависимости от вашей длины вставки. Вот, то есть это тоже учитывается при картировании. Вот, значит, стандартной, по крайней мере, вот в такой академической деятельности являются две специализированные программы для решения задачи. Они называются даже не программой, а пакетом, программой их пакета, болта и BWA. То есть это специализированные задачи, и она решается специализированными программами. Тут они, вот это совпадение букв BW не случайно, дело в том, что это все налег на то, что оба этих пакета базируются на такой идее, как преобразование Барроза Уиллера, то есть Барроза Уиллер, transform. Для чего это используют? Это используют для индексации вашего референсного генома. То есть когда вы на практике этим пользуетесь, вы один раз должны проиндексировать ваш референсный геном. Опять-таки, потому что вы всегда будете использовать один и тот же референс для всех этих ридов и также для ридов всех других людей, которые вы секвенируете. То есть вы делаете некую работу один раз, а потом ими пользуются. А на практике эти референсы можно для болта и скачать, для BWA сделать самому. Там есть программы, то есть команд для создания из последовательности фаста, в формате фаста создания индекса так называемого. После чего, получив этот индекс, вы берете ваше чтение, ваше файло с чтением и картируете их на геном, используя эту вот индексацию. За счет индексации вы получаете, конечно, выгоду с точки зрения времени и памяти. Ну и там, конечно, у вас будут разнообразные настройки, сколько там разрешается несовпадение на рид, разрывы и так далее. То есть это все, может, надо подкручивать для ваших конкретных данных. Поговоря чуть подробнее про эти программы, вот семейство болтай, оно существует в двух вариантах. Есть первая версия болтай, один, который работает для относительно коротких чтений и не позволяет разрывов, то есть пропущенный букв. Есть программа болтай 2, которая разработана, ну там, видимо, следующее поколение, разработана для более длинных чтений, нет ограничений по длине, разрывы разрешаются. Если вы это будете делать на практике, то имейте в виду, что для каждой требуется свой отдельный индекс, то есть они, невзаимозаменяемые индексы у них. А болтай еще положен замечательно тем, что он положен в основании так называемого таксида суета, то есть болтай, да, это галстук бабочка, значит, у них все, то есть это часть такого пакета, чьи названия всегда связаны с какими-то там аспектами, я не знаю, такого вот формальной одежды. То есть вы про них услышите, когда бы, на практике они используются для анализа данных РНК-сиквенирования, и, наверное, вы про них еще услышите, про другие программы из этого семейства. Это тоже с названием такими, типа кафлинкс, то есть запонки и так далее. Другой пакет из того же, как бы, из того же общего семейства пакетов для выравнивания, базирующихся на Борус-Вуллер-Трансформ, это BWA. Он в данный момент существует в трех, как бы, в трех воплощениях. Есть такая вот BWA-бэктрек, на практике, то есть BWA-SW и BWA-MM, которые они фишируются, как более хорошая программа. Самая последняя, как видно, версия. Ну, последняя. Не версия, воплощения этой идеи. Вот. Значит, тут тоже вам надо будет индексировать. То есть я просто… Тут есть всякие технические подробности. Если вам… Давайте я не буду на них много времени тратить. Если вам захочется им пользоваться, то прочитайте этот слайд более подробно. И тут надо еще иметь в виду, опять про индексы, что разные версии, там, релизы бедовлей могут не работать с более старыми индексами. Это такая… Просто я на это натолкнулась очень как-то надолго, а как-то засопывался в один момент, оказалось, что просто надо было пересчитать индекс, используя более новую версию. Поэтому я про это говорю вам. Если захотите на практике работать, то имейте это в виду. Вот. Значит, и когда… Еще есть, просто упомянув, есть программа семейства SOP. Это, если я правильно помню, китайский пакет. То есть если вы получите читать китайские статьи, то, скорее всего, там будут использоваться программы семейства SOP. Там большой пакет программ. Там есть также программа для сборки и так далее. То есть это также возможно, что для каких-то коммерческих продуктов у вас будут какие-то свои там коммерческие картировщики. Но в принципе, если… Ну вот имейте в виду, по крайней мере, существование этих и понимаете, что есть другие тоже. И ничего, наверное, плохого в существовании многобразия программ нет, а есть только хорошие. Вот. Так, ну допустим, вот вы взяли ваше чтение, создали индекс. Один раз когда-то, может быть, положили в папку, и теперь им много пользуетесь. Прогнали ваш FastQ файл через эту программу или вашу пару FastQ файлов, если у вас партнер чтения в разных файлах. И вы получили, что вы получили на выходе. На выходе вы получили файл в формате SAM или, скорее всего, ее бинарной версии BAM. То есть вы получаете… Точнее, на выходе вы получаете файл в формате SAM, и обычно тут же вы его переводите в BAM, который как бы бинарная версия SAM, потому что он занимает меньше времени. Но они переводятся один в другой довольно просто. Сейчас про это увидим. Этот файл, он выглядит примерно так вот. То есть вы видите, там есть какой-то заголовок, а вот внутри он выглядит так. То есть тут есть разные… И каждая строка его содержит информацию о каждом декартированном чтении. Вообще, даже если оно не было закартировано, оно все равно будет тут помечено как незакартированное. То есть вот у вас есть длинная строка, на самом-то длинная строка. Тут дается ID, идентификатор чтения уникальный. Потом дается какое-то поле, флаг, которое сообщает информацию о выравнивании чтения его пары, если у вас парное чтение. То есть насколько хорошо выравнивалось мое чтение и как выравнивалась его пара. В какой они, допустим, ориентации друг относительно друга. Так ли, например, так. Или как-то еще. Тут всякие разные флажки. То есть где-то вы почитаете, как выглядят эти флажки, можно их там вставить, фильтровать файл по этим флажкам, например. То есть здесь информация о том, как хорошо выравнивалось чтение и его пара. Конкретно куда это чтение легло, дается там следующим полем, хромосома и координата. Качество картирования, которое каким-то образом отображает уникальность, хотя это такое немножко, не всегда можно интерпретировать как уникальность. MapHue, то есть mapping quality. Оно существует, оно использует то же кодирование, что FRED, как и баг, как и качество прочтения в FASC-файлах. То есть вот этот FRED вы уже видели, то есть некий просто перевод какого-то вероятности в число такое. Дальше сообщается, куда легла пара. То есть у вас парное прочтение, то куда легла пара в прочтение. То есть хромосома координата, равняется, значит, та же хромосома. И также информация про качество, про выравнивание чтения, про качество, про выравнивание содержится в такой штуке, как называть сигарстринг. Это сигарстринг, там как-то очень сжато кодируется. Сколько, например, 90M, значит, что у вас 90 букв легло без разрывов. А еще есть такое понятие, как группа чтения. Я про нее отдельно скажу, потому что если вы пользуетесь пакетами Genome Analysis Toolkit, таким пакетом, мы про него, видимо, самый, считающийся авторитетным пакет для работы с данными секвенирования, Genome Analysis Toolkit, он требует, чтобы были так называемые группы чтения Read Groups. Их надо указать, и будет в какой-то момент. Возможно, при картировании так лучше всего делать. Вот, ну, какая-то информация о том, как иглое сечение содержится в этом файле. Вот. Что с ними делать? Вот это была ваша картина. У тебя огромный файл, там, на сколько-то гигабайт, который выглядит, так я показала. Для работы с этими файлами, извините. Может быть, что вы хотите с ними делать? Ну, может быть, для начала вы хотите что-то как-то с ними еще поиграть, прежде чем... прежде чем искать, например, мутации. Мутация полиморфизма. Для этого у вас есть пакет, такой называется сам Tools, то есть Tools для работы с СММ. Извините. Прошу прощения. Вот, значит, это такой пакет, в котором есть много-много разных команд, которые вам позволяют делать много всего с этими файлами. В частности, есть такая команда Sam Tools View, которая позволяет вам практически по-разному смотреть на этот, смотреть на эти СММ или БАМ файлы, потом, возможно, в частности, она позволяет переводить из СММ в БАМ. То есть СММ — это текстовый формат, а БАМ — это бинарный формат, который является стандартным, и к тому же, поскольку он бинарный, то он занимает меньше места. То есть первое, что вы делаете, получив с СММ файл, вы его переводите в БАМ файл команды вот такой, минус Б, маленькая, минус С, большая. Часто, что вы еще можете захотеть делать с этим файлом, вы можете захотеть его фильтровать по каким-то параметрам. Например, вы хотите показать только выравнивание, которое имеет какие-то определенные биты в этом флажке. То есть тут кодируется, тут разные биты кодируют разную информацию. То есть вы, например, можете хотеть искать только те чтения, которые, смотреть только на выравнивание тех чтений, которые там легли идеально вместе с своей парой в нужной ориентации. Или что-то в таком духе. Или наоборот, смотреть на плохие чтения, которые с парой легли неидеально. Ну, какие-то такие задачи. Вот. Для этого у вас есть минус Ф маленькая, минус Ф большая. Смотреть, или, например, хотите ограничиться только теми, теми чтениями, которые, картирование тех чтений, которые имеют какой-то mapping quality больше, чем какой-то порог. То есть вы хотите только, допустим, только те чтения, которые хорошо закартировались, рассматривать, а остальные просто игнорировать. То есть вы можете, например, взять это, сделать same tools view, поставить какую-то, делать какую-то фильтрацию и создать новый, создать новый BAM файл, который уже содержит только чтения, которые прошли фильтрацию. Вот. То есть такие полезные, очень полезный пакет, от которого, если вы с этим работаете, с same или BAM файлами, вы не уйдете, скорее всего. Другие полезные команды, от которых тоже не уйти, от этих точно не уйти, это sort и index. То есть первое, что надо сделать, получив same файл, перевести его в BAM, потом отсортировать его, а потом проиндексировать. И теперь, в общем, после этого вы можете с ним, как, например, посмотреть на него в специальной программе. Same Tools тоже предоставляет такой очень простой просмотрщик BAM файла, потому что на чтение все полезно смотреть глазами. Но это, то есть, если у вас нет возможности смотреть на них, используя хороший просмотрщик, в котором есть GUI, все хорошее, удобное, то как минимум у вас есть Same Tools TV, он вам в окошке терминала покажет кусочек вашего файла, который скажете. Так что вот первый пакет, который надо знать. Еще есть такая Same Tools Flagstat, это команда, которая выдает вам статистику про вашу, какую-то статистику, часть статистики про ваше картирование. Например, говорит, то есть он смотрит флаг, смотрит этот флаж, этот поле флаг, и говорит, сколько у вас чтений, сколько чтений закартировалось, сколько было, сколько закартировалось, сколько закартировалось с хорошей ориентацией относительно пары и так далее. То есть вы тут какую-то базовую статистику по вашему файлу можете здесь получить. То есть, например, если вот эта доля закартирована в течение очень мала, то при этом вы секвенируете, вы картируете как бы человека, ну там, последовательность человека на референсинге референсингеном человека же, то, видимо, что-то пошло не так, если, например, это число очень маленькое. Ну, и так далее. То есть тут можно всякую информацию отсюда получить. Но, возможно, скорее всего, вам придется, там, информация, которая может вас интересовать, не ограничивать с выводом флаг стата. Мы про это еще немножко поговорим. Да, значит, что еще делать, какой еще контроль качества можно произвести над этими выравниваниями. То есть, потому что дело в том, что мы на самом деле сейчас прошли так, может быть, быстро, может быть, отвлекаясь на скучные детали, но мы прошли такой очень-очень важный этап вот работы с данными секвенирования в случае ресеквенирования. Потому что эти вот эти бомб-файлы, которые вы сейчас получили, это основа там всего анализа, который вы будете делать. Поэтому если у вас, ну, это ваша информация, которая у вас есть. То есть если если картирование прошло плохо, то, соответственно, ваши дальнейшие, дальнейшие, этапы, дальнейшая обработка, дальнейший анализ, он будет проблематичен. Вот. Поэтому, как всегда, после каждого шага стоит остановиться, посмотреть, так сказать, ну, что у меня получилось и сделать какой-то контроль качества. Вот. да, то есть первый вариант, первое, что мы смотрим, это вот процент закартированного чтения, процент уникального картированного чтения. То есть потому что, может быть, в зависимости от настроек, у вас может быть, что картировщик точно не знает, куда досунуть вот это вот конкретное чтение. То есть тогда у вас может, это в дальнейшем может оказаться, что вы нашли какое-то отличие в каком-то регионе, на самом деле это чтение, оно с тем же успехом могло закартироваться на какой-то другой, на какой-то другой участок. И тогда, тогда получается, что вы не знаете, где это вот это отличие, было ли оно здесь, или это вообще, оно пришло из чтения с другого участка, и отличие не в том гении, на который вы смотрите, а где-то еще, а может быть, там и нет отличия. То есть, вот это вот отражается на вот этом MapQ. Такая информация отражается в значке MapQ, то есть чем оно выше, тем лучше картирование. На практике это как бы не является там однозначной гарантией уникальности картирования высоким MapQ, но по крайней мере его отражает. Другое, что может хотеться делать, это просмотреть на процент чтений закартированных на мишени, если мы смотрим на экзомное или направленное секвенирование, пересеквенирование. Про это сейчас поговорим побольше. То есть, сколько у вас, какой процент чтения у вас лег на ваши, ну вот если делать экзомное чтение, какой процент лег на те участки, на которые, собственно, вы ожидали, что будут отсеквенированы. Если вы работаете, если вы занимаетесь направленным или экзомным секвенированием, то вам, ваш экспериментатор, вам скажет, какой кит, какой набор использовался, и вы можете узнать или пришлет даже вам последовательность тех, конкретный список тех участков, где были пробы. То есть, какие пробы использовались, вы как бы информатив, если вы работаете с экспериментатором, вы должны узнать, должны в смысле, что он вам информацию предоставит или она. Так что, вы можете проверить, сколько ваших чтений легло на те участки, которые, предполагалось, что они должны быть, именно они должны быть секвенированы, и опять-таки, тут можно говорить, это баг или фич, если у вас много легло не туда, то есть, может быть, ура, у нас есть некодерющая последовательность или ой, наше там обогащение прошло не очень хорошо. Вот, ну и такая полезная, возможно, полезная информация, как среднее покрытие. Слушай, покрытие, это в принципе очень важно для нас, это сколько у нас чтений есть, сейчас мы посмотрим, на какой-то нуклеотид в рефренте, сколько там есть чтений, которые на него легли. То есть, таким образом, это нам даст возможность быть уверенным в том, что мы наблюдаем для этого участка. То есть, если у нас какой-то участок покрыт, имеет большое покрытие, там много ридов, то если мы делаем какое-то наблюдение, например, что там наблюдается полиморфизм, если этих участков, допустим, 40 из них, 23 содержат полиморфизм, то мы себя чувствуем уверены. Если этих участков 3, и из них 1 содержит какое-то отличие от рефрента, то может быть, это просто был артефакт. То есть, вот это покрытие, оно важно. Вот. Да, значит. Ну, есть такая проблема, если мы говорим про экзомное секвенирование, что, сейчас буду махать руками в камеру, если мы делаем именно экзомное секвенирование, а не геномное, то у нас получается, что наши, если вы посмотрите на то, как выглядит покрытие в программе просмотрщики, в которой будет очень скоро показано, то у вас получаются такие холмники, то есть там где-то в центре экзома там все хорошо, там очень много зонов, там очень много ридов туда легло, а ближе к концам экзона, значит, они так вот попадают. Поэтому ваши, то есть, если посмотрите на бамфа, на картирование для экзомного секвенирования, то у вас будут такие холмники, поэтому среднее покрытие, вот оно будет самое, то есть даже при каком-то среднем покрытии у вас будет очень хорошее покрытие, там, в центре экзона похуже, у концов, и где-нибудь там, уже уходя в них кодирующую последовательность, оно будет просто сходить на нет. Так что тут просто при неравномерности говорить о среднем может быть немножко так требует некоторых таких вот сносок, что значит средний, когда все неравномерно. Вот. Но самый простой способ это просто посмотреть, сколько у вас было закартированных чтений всего, и поделить на длину интервала, который вы хотели увидеть покрытым. А как это делать? Ну, может быть, нам захочется что-то делать более детально. Например, мы можем захотеть сделать такую вещь, как посмотреть, сколько ридов покрывает каждую конкретную координату в референсном геноме. Действительно, посчитать. Тогда можно уже иметь статистику, например, какая доля экзонов покрыта с покрытием как минимум 10, или какая доля экзонов не покрыта вообще. Если вы получаете какое-то некоторое распределение. Помним еще, что для экзонного секвенирования есть проблема с тем, что разные там экзоны по-разному хорошо получают разные покрытия просто из-за каких-то своих свойств. То есть у нас есть всякие артефакты. Вот. Поэтому имеет смысл узнать, например, какие гены покрылись, какие не покрылись. с какой глубиной покрытия покрылись. Для этого есть для таких вещей есть такой пакет bedtools. В принципе, bedtools это пакет для работы с геномными интервалами. То есть вы это пакет, который вам позволяет брать какой-то интервал, то есть, например, вот ваш интервал, как пара координат, и что-то с ним делать. Например, в частности, взять пересечение. Можно, например, взять пересечение каких-то интервалов. Например, интервалы соотносятся с теми местами, где были зонды в вашем экзонном секвенировании. и взять только те риды, которые легли на эти зоны. То есть делать пересечение вашего bump-файла с интересующими вас интервалами. Посмотреть, например, какое покрытие получилось для этого bump-файла, для вот такого фильтрованного bump-файла, пересеченного с интервалами. И так далее. И посчитать, сколько для каждой координаты в интервале, сколько для каждой координаты, какая там глубина покрытия. И так далее. То есть BED очень, мне кажется, очень простой и полезный в использовании и полезный для таких вещей пакет. BED это такой простой формат файла для описания геномных интервалов. Он, правда, очень простой. Так что, по-моему, просто очень удобный пакет для некоторых вещей. Вот. Теперь про визуализацию. Значит, есть такая штука, называется Integrative Genomics Viewer. Это одна из программ для визуализации вот этих bump-файлов. Собственно, как он выглядит? И опять-таки, это не уникальная программа, которая решает эту задачу. Есть другие альтернативы. В худшем случае вот этот вот SamTools TV, если вы никак не можете посмотреть на ваш bump-файл в такой смотрелке. Ну вот, так он выглядит. То есть у вас идет ваша последовательность генома. Если он проаннотирован, идет нотация, какие тут аминокислоты, какой-то ген, и смотрите, и вот видите такую вот стопку ридов для этого участка. То есть вы можете посмотреть на какую-то кардинаду, и смотреть, какие там какие буквки там встречаются. То есть это довольно удобная вещь, и очень полезно смотреть, когда вы, допустим, нашли какие-то полиморфизмы, которые вы считаете важными. Если вы считаете, ага, вот это является моей, может быть, объяснением того биологического феномена, который я наблюдаю, например, это объяснение причины этого заболевания, вот я нашел нужную мутацию. Нужно хорошо посмотреть на эти мутации глазами, потому что может оказаться, там это все, глазами будет видно, что это артефакт. То есть это можно, конечно, как-то, возможно, это можно извлечь из информации самокартирования, о качестве полиморфизма, о котором мы поговорим сейчас, но смотреть глазами всегда полезно, особенно если у вас там не 500 вариантов, которые вы рассматриваете, а, допустим, 10. Вы их можете все просмотреть, и, может быть, составить какое-то мнение свое, человеческое, а не машинное. Так что визуализация полезна, и я для домашних заданий требую, оно базируется на том, что вы сможете сделать, то есть вам надо будет закартировать некоторые чтения, а потом вы надо будет посмотреть на них глазами. И желательно это сделать в каком-то вьюере вроде IGV, то есть не обязательно в IGV, но в каком-то таком разумном вьюере, который имеет GUI. тут одна проблема, которую вы можете встретить, с тем, что эти файлы, они могут быть большими. То есть на наши файлы, видимо, будут порядка не больше полугигабайта, но, опять-таки, если у вас очень плохая связь, то качать этот файл к себе может быть неудобно. То есть долго. У IGV просто не то, что я его продаю, просто я им пользуюсь, я его знаю. У него есть опция, например, смотреть на, брать выравнивание из интернета. То есть можно на сервер положить бомб-файл, а потом на него смотреть у себя на компьютере, и тогда вам не нужно будет скачивать весь файл, а, например, там скачет только тот кусок, на который в данный момент смотрится. Это может быть таким решением для плохих интернет-соединений. Наверное, для этой аудитории, хотя, может, тех, кто смотрит по телевизору, по интернету, это важно. То есть если вы работаете, если вы биоинформатик, который работает с биологами, то вот этот вот вариант положить где-то куда-то на сервер, который доступен через веб, ваши бомб-файлы, чтобы биолог мог на них смотреть глазами, это полезная опция для вашего взаимодействия с биологами, для того, чтобы ваш биолог мог получить какую-то полезную информацию, еще более полезную информацию из того, что вы сделали. Вот. Так, значит, что еще можно сделать? То есть вот мы получили наше выравнивание, на них посмотрели, на их качество оценили, посмотрели даже на них глазами. Что с ними еще можно делать? То есть возможно, что на самом деле вы еще с ними полезно делать некоторые другие манипуляции, чтобы еще, даже если они неплохие, то чтобы их улучшить еще больше. Есть одна манипуляция, которая делается с бомб-файлами, это дедупликация чтения. То есть вы, опять-таки, упоминалось уже, что чтения могут быть дуплицированы в результате, допустим, ПЦРа, как это выглядит. Вот, например, вот был какой-то кусок, 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 который в результате, как, допустим, ПЦРа, был отсеквенирован, вот этот участок был отсеквенирован много раз, этот интервал, точнее, этот фрагмент. То есть получается, что у нас вот видно, что эти вот чтения, они как бы такой стопочкой красивой лежат, вот, и что все вот эти мутации, которых нет наблюдается, полиморфизм, они все тоже такой стопочкой красивой выравниваются. То есть это, скорее всего, вот это очевидный такой пример дуплицированных чтений, как это выглядит вот в бомб-файле в Viewer IGV. То есть это понятно, что нам может показаться, если мы этого не уберем, дупликата, то нам может показаться, что у нас очень много чтений поддерживают на наличии какой-то, поддерживают наблюдение какого-то полиморфизма, даже четырех штук из них. Хотя на самом деле это просто один фрагмент, который был амплифицирован слишком много раз. Вот. В принципе, вот на лекции про обработку чтения упоминалось, что можно еще на уровне чтения это убирать такие дупликаты. Но мой опыт как-то почему-то показывал, не знаю почему, но на практике у меня работал только вот делать это уже после выравнивания. Вот. Но может быть, может быть, это вашей такой проблемы нету, в зависимости от вашего экспериментального протокола. Но если такая проблема есть, то надо посмотреть, значит, надо сделать депликацию. А может быть, сделать ее все равно только просто на всякий случай. Так, другая. Также есть несколько шагов, несколько шагов обработки, постобработки, выравнивания, то есть ваших BAM-файлов, ну, выравнивание, картирование, в данном случае одно и то же, они от, входит в пакет Genome Analysis Toolkit. Вот это вот великий, ужасный пакет JDK, который я уже упоминала. В частности, JDK требует, ну и требует, рекомендует то, что называется Indel Realignment, перевыравнивание вокруг Indel и рекалибрацию качества основания. Ну и такое предупреждение, то есть вот у него есть на сайте JDK, вы можете там найти последовательность шагов, которые они рекомендуют производить с вашими, начиная от ридов, кончая уже какими-то результатами. Ну, вот. что такое, давайте про них поговорим более подробно, что такое перевыравнивание вокруг Indel. Может оказаться, что, если у вас есть Indel, то есть короткая инсерция или дилекция, может оказаться, что из-за нее создается, особенно, ну, как видите, это такой участок с не очень большой сложностью, то есть вот такие ТТ, ТТТГ, ТТТГ, много раз повторяйте, то есть такой повторный участок, и может оказаться, что в таких случаях ваши Indel как-то выровнены по-разному, то есть разные кусочки этих разной повторы выровнялись по-разному, поэтому кажется, что вот есть у нас тут чтение, в которых есть Indel, а есть чтение, в которых дилекция, в данном случае, а есть чтение, в которых есть полиморфизм. Но если мы это знаем, что здесь есть Indel, то можно сказать, сделайте мне локальное перевыравнивание, вот вы перевыравните вот вокруг этого региона, так вот, имея в виду, что здесь есть Indel. И вот если это сделать, то оказывается, что у нас спрос такая вот, что у нас здесь один Indel есть, а вот этих вот полиморфизмов предполагаемых на самом деле нет, это был просто артефакт. Вот. На практике, да, значит, на практике это можно делать, это довольно времяемкая операция, то есть на практике вы можете, у вас есть какой выбор, вы можете делать это перевыравнивание вокруг известных Indel, то есть те, которые существуют в популяции, которые уже известны по результатам секренирования всех людей, которые были же отсекренированы. Или вы можете делать это вокруг каждого Indela, которого вы нашли в вашем конкретном организме, в вашем конкретном индивидууме. И обычно, видимо, в втором случае это может просто быть очень-очень долго, поэтому там один такой вариант это делать, это перевыравнивание только вокруг известных Indel, которые существуют в популяции. Другое действие, которое производится пакетом GTK, который ими рекомендуется, это так называемая рекалибрация Basic Quality Score. То есть помним, что наш секвенатор, как вы уже слышали, наш секвенатор оценивает качество прочтения нюклатинов, которого он прочитывает, он каждому приписывает бак, Basic Quality Score. И так бывает, что эти баки бывают немножко сдвинуты от реальных. И вот этот Basic Quality Score Calibration приводит эти баки в соответствие с реально наблюдаемыми ошибками, наблюдаемой долей ошибки. То есть это такая немножко эзотерическая процедура, которая позволяет взять вот эту оценку элеменной, если мы пользуемся элеменной, и немножко перекалибровать, чтобы получилось ближе к наблюдаемой по вашему BAM-файлу статистике. Вот такие всякие действия, которые вы производите с BAM-файлом. Еще что можно произвести, это такое действие, как слияние пересекающихся парных чтений. То есть допустим, вот у нас есть парное чтение, то есть как оно берется? Берется фрагмент, он секвенируется обоих концов. И может случиться так, что эти фрагменты пересекаются. То есть у нас есть длина вставки, то есть для этого фрагмента, а есть длина чтения. Если, допустим, длина фрагмента 300, а длина чтения 200, то они будут гарантированы пересекаться. Но при этом в любом случае есть некое распределение, так что даже если у вас 100, 300, длина, а с каждого конца читается по 100, то может, они просто, вероятность, могут пересекаться. И может иметь смысл взять эти пересекающиеся чтения, особенно если у вас длина фрагмента сравнима с длиной чтения. Например, вы используете мастек при библиотеке с фрагментом 300. То есть мастек получили более длины чтения, например, 250, а длина фрагмента 300, то есть они у вас будут гарантированы, с очень большой вероятностью, будут пересекаться. Не гарантированно, потому что это там какое-то распределение. То есть вот чтение, которое легли две пары, то есть это на самом деле дадим тот же фрагмент прочитанность двух концов. То есть имеет смысл ее объединить в один кусок, вот эта чтения. Это особенно имеет смысл, если на ваших следующих этапах программа, которая называется SnipColor, которую мы сейчас будем обсуждать, если она не умеет различать ситуацию, когда у вас есть два независимых чтения, которые имеют содержать какой-то полиморфизм, и два чтения с одного фрагмента, два парных чтения, которые содержат полиморфизм. Например, вот пример. Вот здесь какой-то полиморфизм, вот такая вот буквка, вот здесь какое-то отличие. Отличие от референсов в IGV рисуется такими цветами. То есть серенькое, просто когда нет никакого цвета, это референс, а разный цвет, а показывает, что это отличие от референсов. То есть у вас как будто бы есть отличие от референсов, как будто бы ее поддерживают два чтения. То есть ага, у нас, если, допустим, это какой-то раковый субклон, то мы думаем, ага, значит здорово, у нас там больше одного источника информации говорит нам, что есть этот полиморфизм, значит он действительно есть. Но при ближайшем рассмотрении окажется, что если мы сольем вот эти две пары одного фрагмента в один, то у нас реально есть только один фрагмент, в котором находится этот полиморфизм. И получается, что может быть это просто была ошибка конкретно в этом фрагменте случившейся. Некоторые колеры это учитывают, некоторые нет. Поэтому просто то, что стоит иметь в виду. Ну а теперь поговорим про то, что делать с этими, с вашими выравниваниями. Вот мы их мучительно долго обрабатывали, наконец получили какие-то, сделав всяческие рекомендуемые обработки, получили очень хорошие бомб-файлы. То есть на каждом этапе вы получаете новый бомб-файл, который как бы улучшенная версия, обработанная версия предыдущего. Вот, то есть мы что теперь с ними делать? Ну теперь мы хотим найти отличия от референса. Допустим, мы здесь сейчас фокусируемся на такой задаче, как поиск однонуклеотидных полиморфизмов или коротких вставок или дилеции. То есть SNP, да, SNP, short nuclear, short, а, извините, single nucleotide polymorphism или insertion deletion, да. Эту процедуру называется коллингом, таком англо-кальки с английского, даже не кальки, а просто таком полуанглийском жаргоне. Вот, значит, общая идея. То есть мы находим сайты, где какое-то количество чтения отличается от референса. И для каждого такого, то есть сначала мы находим, где вообще отличие находится, а потом мы оцениваем достоверность этих отличий. То есть насколько мы верим, что вот такая ситуация, когда у нас есть какое-то отличие от референса, верим ли мы, что это действительно произошла какая-то мутация или какой-то тут альтернативный аллергия есть, или же это просто вот ошибка секвенирования. То есть мы находим сайты, где есть отличие, потом пытаемся оценить достоверность этого отличия. Насколько мы верим, что там действительно есть биология какая-то под этим всем, а не просто ошибка иллюмина. При этом учитывается качество чтения с альтернативным нуклеотидом, и их количество. То есть если очень много хороших про чтений вам говорят, что есть отличие, значит мы в него верим, а если там одно и плохое, то мы в него, видимо, не верим. Практически на практике сначала возможно, сначала иметь смысл еще дальше отфильтровать, как-то ограничивать не всеми чтениями в вашем выравнивании, а только, может быть, только хорошими по каким-то признакам. Например, те, которые имеют хорошие, например, смотрим только на нуклеотиды с хорошим баком. Это мы все делаем до самого коллинга. То есть мы ограничиваемся. На что мы смотрим только? Можно, например, смотреть только на нуклеотиды с хорошим баком. Это качество прочтения иллюмины. Только на чтение или там чтение с каким-то достаточно хорошим вот этим вот качеством картирования, mapping quality score. Но это можно делать, обычно делается не вручную, обычно там можно поставить в настройки у SnipColor, у программы, которая все это делает для вас. Потом, когда мы их получили, то есть мы получили теперь для каждого сайта, в котором есть какие-то отличия от референса, мы получили какую-то оценку достоверности этого отличия. Обычно она в виде какого-то там p-value или какого-то low-gods, какая-то статистическая величина. Это делается независимо для каждой буквы, для каждой координаты. После этого, может быть, имеет смысл посмотреть, как бы отойти от фокуса на координаты, так и нужно посмотреть издалека и сказать, насколько я верю в эти вот наблюдаем полиморфизм в контексте более большой картины. То есть, например, если там и в разных программах обычно все эти программы включают в себя какую-то постфильтрацию. То есть мы получили какие-то оценку достоверности полиморфизма в какой-то координате, потом мы делаем постфильтрацию более контекстную. Но вот, например, можно фильтровать сайты со слишком большим покрытием. То есть, может быть, там повторы, которые мы смотрим, видим просто куски повторов. Также другие есть разные способы фильтровать. Я про них просто на слайде про соматические мутации. Есть как раз картинка про них. Поэтому я отложу эту тему чуть позже. Они соматические, здесь соматические врожденные полиморфизмы не слишком отличаются для этой фильтрации. Поэтому мы про них еще увидим. То есть общая идея. Сначала фильтруем, чтобы ограничиться хорошими данными, потом делаем какую-то статистику на каждой координате, а потом, получив статистическую оценку, мы смотрим на какой-то контекст и еще дальше фильтруем. То есть у нас есть разные этапы фильтрации. Ну вот пример. Есть разные тулы, разные пакеты или программы для этой работы. Одно из них базируется на часть пакета SAMTools, а другая программа называется WarScan. WarScan также умеет делать коллинг соматических мутаций. Мы про них поговорим. Есть пакеты, пакеты вот этого Genoma Nightsys Toolkit, вот этот огромный монстр, великий и ужасный JDK, очень мощный, очень большой, достаточно сложный в использовании, особенно с непривычки. Он тоже умеет делать коллинг. Я не буду вам примеры вызывать программы. Видим, что, например, некоторые из них, WarScan и пакет SAMTools используют в качестве промежуточного шага программу, опять-таки, из пакета SAMTools, который тоже такой, мы уже по нему много видели, вот еще одна программа пакета SAMTools, говорит mpilab, он создает так называемые pilab файлы. Тут у меня нет их примера, как выводы. То есть он обычно использует промежуточный файл, но иногда он может понадобиться сам по себе. В общем, pilab это такой простой текстовый формат, в котором для каждой координаты там пишется, какие буквки вы здесь увидели, с каким качеством. Ну или буквки, а может быть не буквки, а разрывы и вставки. То есть информация про то, что наблюдается, вот если мы посмотрим на каждую координату, вот допустим в viewer, и на каждую координату смотрим, значит, какие буквки вот в этом вступке мы наблюдаем. Или не буквки, опять-таки, а NDALE. С каким качеством. Вот. И она может быть основанием для других программ, которые приписывают потом какую-то оценку вероятности того, что действительно там мы наблюдаем какой-то полиморфизм, а не ошибку секвенирования. Вот. Повторяю, что JTK очень требовательен к виду бамп-файлов. Есть пакет Picard, который позволяет вам привести их, ваши бамп-файлы в должный вид, чтобы JTK согласился с ним работать. Вот. Значит, и после работы этих программ у вас получается, среди прочего у вас может получиться файл в формате VCF. То есть другой важный, стандартизированный, стандартный формат, который variant calling format, если я правильно помню. То есть VCF, значит, формат, в котором записывается информация про те варианты, которые нашлись, те отличия от референса, которые были найдены в вашем бамп-файле. То есть, если я правильно понимаю, это любая программа, по крайней мере, с тех, кто у меня встречал, то есть, ну, как бы должна выдавать, особенно, возможно, с дополнительными настройками, выдавать файл в формате VCF, потому что это такой стандартный формат файла. Значит, он вообще очень… Это еще один файл, формат, про который я буду говорить подробно, как и сам формат. Все VCF файлы содержат, значит, сначала содержат какой-то заголовок, мы его увидим. Он потом содержит информацию про каждый отлей, про каждый вариант. Следующий, как минимум, хромосома, то есть позиция в этой хромосоме, то есть координаты полиморфизма, референс на аллее, альтернативный аллее, который вы наблюдаете. Это основная информация. Все VCF файлы ее должны содержать. Есть информация про генотайп, то есть генотип на этом сайте, GT, то есть 0,0 это гомозиготин по референсному, 0,1 гетерозиготин, 1,1 гомозиготин по альтернативному аллелию. А потом есть куча других полей, которые разные программы заполняют по-разному. Вот это вот самый минимум, а разные программы могут свою информацию писать в разные другие поля. Например, качество, оценку, вероятность того, что действительно наблюдался полиморфизм, а не артефакт. Он может писаться в поле инфа или в поле квала. Тут они уже особо не контролируются. Но давайте посмотрим, например. Вот эта информация стандартная, достаточно для того, чтобы следующие программы могли работать с вашим VCF файлом. Как выглядит VCF файл? Это вывод программы WarScan, даже WarScan somatic для соматических мутаций. Мы их еще поговорим побольше. То есть вот есть какой-то заголовок, в котором описывается разная информация, которая содержится в этом файле. То есть какие тут есть разные поля. Как минимум, у нас есть хромосома позиция, референсная, альтернативная аллель. Есть такое поле инфа, которое заполняется снипколлером. Тут содержится информация про этот сайт, про этот полиморфизм в том виде, в котором ее хочет записать снипколлер. И эта информация объясняется в заголовке. Значит, если у вас есть два образца, то у вас есть такие вот две. То есть потом у нас есть такие две пары. В каждом снипе есть для каждого полиморфизма, для каждого образца есть какая-то информация. Допустим, у нас две пары здесь. У нас есть пара образцов нормы опухоль, потому что это было как раз сегминирование для онкологических целей. То есть у нас есть информация про этот сайт в норме, про опухоли. И тут идут всякие цифры через двоеточие. А что за цифры идут через двоеточие, объясняется вот в этой строке. А там есть разные значки. Там GT, Genotype, GQ, Genotype Quality, DP, там, Depth, что-то, Reference Depth. Alternative Depth это можно не запоминать, потому что это в заголовке вам сказано. То есть объясняется, что такое GT, что такое GQ, что такое DP, RD. То есть заголовок. То есть с одной стороны тут очень много всего разного. С другой стороны, это все формализовано, и разности вот этих разных букв, разные коды объясняются в заголовке. То есть в принципе это не так страшно, как может показаться. Ну вот, давайте я не буду говорить про то, что я сейчас говорил, то есть информация про каждый альтернативный сайт. Но я не буду сейчас, наверное, еще больше времени тратить на объяснение формата VCF. То есть если вам это нужно, то не пугайтесь его, там в принципе в заголовке все, все, что нужно, объясняется. Теперь мы получили наш список полиморфизмов. Опять-таки, допустим, мы ищем отличия нашего индивидуума, нашего штамма дрожжей от референса, отличие нашего больного человека от референсов больного к генетическим заболеваниям. Это наши группы больных к генетическим заболеваниям людей от референса, или возможно какое-то другое применение. То есть что мы можем сделать с нашими полиморфизмами? Но как минимум надо сделать опять контроль качества, то есть посмотреть, что же мы нашли. Ну и можем просто почитать всякую статистику о том, например, сколько отличий от референса мы нашли. То есть есть некие оценки, насколько каждый индивидуум отличается от референса. То есть опять-таки это не будет работать для ракового сиквенирования. В общем, допустим, мы говорим просто про индивидуальные отличия, чем врожденные. Вот если вы видите, что, допустим, оценки, допустим, есть от 10 до 11 тысяч несинонимичных отличий и от 10 до 12 тысяч синонимичных отличий. Значит, помним, что несинонимичные отличия это те, которые приводят к... Говорим про кодирующую последовательность. То есть несинонимичные они не приводят к изменению аминокислоты. Синонимичные не приводят, а несинонимичные они приводят к изменению аминокислоты. И также есть там... Что еще может быть? Да, тут можно посмотреть, сколько у нас новых полиморфизмов по сравнению с базой данной ДИБИСНИП. Это такая полезная вещь, которую надо знать. Это дата базы данных этих синонимичных полиморфизмов. Почему? Что это такое? Секвенируется много людей для разных целей. И когда это создаётся... И вот все отличия от референсов, которые находятся, они добавляются в эту базу данных. То есть эта база данных просто смотрит, какие полиморфизмы существуют в популяции. Очень важно иметь в виду, что мы ожидаем увидеть в популяции. Можно говорить про разные популяции. Это может быть разная статистика. И так получается, что новых отличий, которые вашего индивидуума от референсов должно быть... Нет референсов, а новых отличий должно быть мало. Большинство отличий уже где-то в апелляции встречаются. Мы конкретно можем посмотреть на следующем слайде. То есть это тоже такая проверка. Если у вас окажется слишком много отличий от референсов, которых не было в ДИБИСНИПе, то, видимо, что-то у вас не так. То есть возможно там как-то просто вы секвенируете, то есть находите не реальный вырожденный полиморфизм, а просто какие-то артефакты. Вот. Ошибки. Другое, что на что можно посмотреть, это то, что называется отношение транзиций-трансверсии. В геноме человека это около двух, а в кодирующих последовательности последовательности у человека уже около трех. То есть еще одна такая цифра, которую можно посчитать для наделанных вами мутаций. То есть это все оценивается как в полиморфизмах, которые вы нашли, насколько они укладываются в ту статистику, которую мы ожидаем наблюдать. Вот есть программа, которая может это делать для вас и другие программы. Не будем брать дольше. Ну вот еще статистика по количеству кодирующих вариантов в двух популяциях. Тут уже конкретные группы людей секвенировались. Ну вот, например, можно посмотреть, что цифры более-менее совпадают. То есть мы можем посмотреть на статистику, сколько, например, мы ожидаем увидеть, допустим, новых там вариантов в сплайс-сайтах. И тут берется две популяции. Европейцы и африканцы, поскольку африканцы более древние, то у них больше всяких полиморфизм. Ну, потом, кажется, еще была позиционная структура, да, потому что в Африке осталось больше людей, чем ушли в Европу. Поэтому там больше разных вариантов. То есть вот такие цифры вам хочется получать на практике. То есть если вы сильно отличаетесь от каких-то таких цифр, то на счет и не так. Так, ну давайте, допустим, вот мы сделали наш коллинг, мы более-менее в нем верим, потому что наша статистика совпала с тем, что мы хотим увидеть. Что теперь можно делать дальше? Потому что на практике вы получите какое-то немаленькое количество новых кодирующих мутаций. Например, вот сколько у нас новых мутаций, новых вариантов точнее. Ну вот у нас будет порядка 300, мы смотрим, допустим, европейцев в России, то есть аппараты порядка 200 мисенсов, то есть замен, который приводит к другим аминокислотам, где-то там порядка 5 нонсенсов, то есть всего около 300. 300 мутаций, которые, допустим, около 200 вам что-то может иметь функциональное влияние. А что с ними делать? Понятно, что 200 это слишком много, то есть мы не можем пойти к биологу и сказать, что у нас есть 200 генов, которые могут объяснить этот синдром. Это неинтересно, надо принести, не знаю, может быть, один, хорошо бы один ген, или сколько там, какое-то количество маленькое. Что мы можем делать? То есть мы будем сейчас фильтровать, это наши варианты, будем фильтровать. Значит, смотреть, будем на, во-первых, на частоту, разные фильтры, в частности про многие из них вот эту тему вы в контексте сиквенирования, в контексте онкогеномики вы услышите нас через неделю, поэтому тут будет только некоторые части. Например, мы можем посмотреть на частоту, есть у меня следующий слайд? На частоту популяции. То есть если наш ген, наш полиморфизм случается в популяции с большой частотой, то вряд ли он приводит к каким-то страшным генетическим заболеваниям. Эффект на последовательность белка. Это делается довольно несложно, просто зная аннотацию, мы можем предсказать, приводит ли это замена, ну там, не знаю, какой станок, может быть, если у нас получится стоп-кодон, то мы это увидим. Если у нас наша мутация, полиморфизм привел к появлению нового стоп-кодона, который обрывает синтез белка, то мы это увидим, просто потранслировав это в последовательность. Можно посмотреть, если у нас есть замена, то какая эффектная структура белка, это уже предсказательная работа. Но потом дальше, а может быть, потом нам еще придется смотреть, когда мы создали какой-то список полиморфизмов, которые прошли вот эти фильтры, опять-таки, сейчас уже говорю про медицину, а не про популяционную генетику, не про различия между разными штаммами дрожжей, а вот именно ищем какой-то болезнетворный полиморфизм. Тут же нам надо будет заниматься каким-нибудь биологическим или генетическим анализом, зная больше про исследуемые заболевания, например. Но это, опять-таки, это за пределами этой лекции, вы что-то про это услышите через неделю. Ну вот, например, эффект на уровне генетического кода, это он определяется довольно точно, то есть есть программа, которая берет ваши, зная аннотацию генов, то есть какие там, какие кодоны, какие нуклеотиды кодируют, какую аминокислоту, можно оценить, какой эффект имеет ваша мутация. То есть, например, если у вас нонсенс случился, там новый стоп-кодон, то это очень вредно, это видно просто. Это несложная задача. Если на сердце делятся со смещением рамки, то тоже очень вредно. А мутация в состоянии сплайсинга тоже, скорее всего, очень вредна. То есть такие вещи, как бы, можно довольно просто оценить. Это, например, программа SnipF, SnipEffect, она это делает. Есть мутации, которые считаются на уровне SnipF средневредными. То есть это замены, которые приводят к аминокислотным заменам. Сейчас я говорю только про кодирующие замены. Потому что не кодирующие требуют, можно, видимо, характеризовать, но надо знать соответствующую область. Если вы изучаете микро-РНК, то вы можете понять о мутации в микро-РНК, к чему они приводят, видимо. Но пока, допустим, сфокусируемся на кодирующих последовательностях. Вот, значит, нестинемичные замены, которые меняют аминокислоты. И тут уже непонятно. То есть, может быть, это сильная замена, может быть, замена, которая никак не влияет особенно на этот белок, а может быть, она сильно влияет на структуру белка. И тут есть программа, которая успешно пытается предсказать, какое влияние, какой эффект замены этой аминокислоты на какую-то другую, на ту, которая получилась в результате вашей мутации или полиморфизма. Насколько это серьезно для белка? Про это больше послышать еще на следующей лекции. Поэтому я не буду про это говорить сейчас в интересах времени. Но есть также, может быть, ваши мутации синонимичные замены, тогда, скорее всего, она не очень вредная и точно не приведет к каким-то страшным последствиям, к каким-то страшным генетическим синдромам. Никодирующие замены, ну, видимо, они... То есть, вот тут надо уже думать, что это за никодирующая область и что мы про нее знаем и чем это чревато. То есть, есть калсификации для, видимо, простых задач можно фокусироваться чем вреднее полиморфизм, тем больше мы на него будем смотреть. Да, ну вот эта программа SNPF, она классифицирует, значит, вот у нее классификация разных типов полиморфизмов на там high, high impact, то есть там, допустим, допустим, мутация там stop gain, там frame shift, moderate, например, non-stimmonium-scoding change, там low и modifier, видимо, они сами, это вот эти вот не кодирующие, не кодирующие замены. То есть можно получить какую-то, запустить программу, получить какую-то оценку вот этих вот просто, просто на уровне генетического кода. То есть мы сейчас просто смотрим на уровень генетического кода, и это все однозначно, то есть более-менее. То есть мы знаем, если, допустим, вот эту букву заменить, вот с такой-то координатой заменить такую-то букву на такую-то, то у нас такая-то аминокислота заменится на такую-то. Это задача, в принципе, решенная. Вот. Ну и также, значит, если мы хотим делать какой-то другой анализ, то есть такая подобная пакета ANAVAR. То есть ANAVAR, это скорее, то есть предыдущий слайд был про концепцию, а это слайд про пакет. То есть есть такой пакет ANAVAR, то есть аннотация вариантов, который позволяет вам в одном пакете делать много разных, смотреть на ваши, значит, надеянные полиморфизмы под разными углами. А именно, это пакет, он берет, считает значения разных предсказалок, предсказателей и хранит большую базу данных. То есть он берет ваш полиморфизм и смотрит на них, сравнивая их с разными базами данных. То есть, например, может быть база данных вот этого db-snipe. То есть мы хотим, например, получить db-snipe, db-snipe версии 137, но он флег, значит, что они не помечены как клинические. То есть это db-snipe, не только мутации, которые случаются в популяции, но еще те мутации, которые встречаются не реже 1%, и в 1% популяции также не связаны с какими-то клиническими проявлениями. То есть это такие вот мутации, которые мы с большой вероятностью можем просто отсечь. Если мы ищем причину генетического заболевания, то мы вот это такая база данных в полиморфизм, который можно просто отсечь как такие вот нормальные, не страшные. То есть, может, они там приводят к предрасположенности, о которой мы не знаем, но точно нет, там не ничему-то очень страшному. Вот. Ну, там всякие другие базы данных. И также по счету вот предсказатель, например, Polyphen, это программа, которая позволяет вам оценить влияние аминогислотной замены на белок, используя там эволюционные данные, структурные данные. Опять-таки, это ставим на следующую лекцию. Ну, то есть она здесь уже для вас просто посчитана, как бы вот Ановак позволяет вам скачать много всех разных файлов и делать как бы одной программой делать много разных анализов. Есть некое предостережение, что, ну, и так же она делает вот эту вот разметку, что вот какая-то, какой-то аминогислот поменялась на какой результате вот вашей нуклеотидной замены, что произошло там на уровне аминогислот или там у вас был, или там у вас был нонсенс и так далее. Как с НИПФ, то есть это аналогично. Предостережение, что надо смотреть на то, когда были посчитаны эти данные, чтобы у вас были самые свежие варианты, то есть там есть некая задержка. Между временем, когда они что-то посчитали так вот оффлайн и тем, как выглядит, например, эта программа сейчас, если был какой-то апдейт. Ну вот, наконец, заканчивая с темой таких врожденных мутаций, я расскажу мою любимую историю, которую на самом деле сделала Ксения Лежнина, которую вы все знаете, потому что она координатор этого курса. Мы смотрели на некое заболевание сетчатки, которое приводит к слепоте и исследовали пациента, у которого была рано развившаяся слепота. И нашли мутацию, Ксения нашла пару мутаций в некоем белке. Белок кодирует часть фоторецептора, то есть понятно, что это очень важно для зрения. И чем хороши были эти мутации для нас, но не для человека, которого они не были, тем, что они, обе мутации, вот получая аннотацию, там одна стоп гейн, другая фрейм шифт, то есть обе такие фатальные для, с большой вероятностью фатальные для белка. И это делалось по счастливой случайности, а это делалось на мастерке, у которого длинное чтение. И эти мутации находятся достаточно близко друг от друга по координатам, чтобы было какое-то количество чтений, которое проходит по обеим координатам. И если такая информация, то мы видим, что те риды, вот эти, каждая такая, ну понятно, что это одно чтение, такая серая плоская, а вот это отличие, собственно. Что видно, что те риды, в которых есть стоп гейн, у них нет фрейм шифта, а в которых есть фрейм шифт, нету стоп гейн, и в общем-то других ридов у нас-то и нету. То есть тут видно, что тут мы получили просто вот из-за того, что они близко друг от друга находятся, мы получили фазирование. То есть мы знаем, что они находятся на разных копиях хромосомы. Это такой, один очень редкий случай, просто везение для нас, что просто по ридам видно, что это, сколько хромосомы задействовано, потому что мы получаем, что человек, что называется сложный гетерозигот, то есть он, гетерозигот по каждому сайту, но с точки зрения убивания этого белка этот человек гомозиготен. Поэтому мы можем объяснить вот это вот ее наследственное заболевание. Это просто, обычно, с другой стороны, обычно, то есть да, то есть что надо иметь в виду, что если вы что-то исследуете, что обычно у вас такой картины красивой не будет. Опять-таки, вероятно, если вы исследуете гететические заболевания, то вероятно вам нужно, как бы они, гетерозиготы с большой вероятностью недостаточно для того, чтобы вырубить белок полностью. А если у вас не такая красивая картинка, когда все находятся очень близко друг от друга, вы видите, что разное чтение, что разное чтение проходит прям сквозь, чтобы чтение, которое проходит сквозь оба сайта, то у вас может остаться неуверенность в том, что где находятся, то есть являются ли две мутации, две страшные мутации на одном сайте, на одном хромосоме или на разных, то есть есть ли здоровая копия или нет. То есть это просто, это упоминалось в лекции, первой лекции, что кроме всего прочего, когда уже совсем получили ваши аннотированные кандидатные мутации, еще надо смотреть на вот такие вещи, как гетерезиготность, гомозиготность. То есть если у вас есть гомозиготная мутация в каком-то важном гене, которая связана с этим синдромом, то видимо это еще мутация такая, которая фреймшифт или предсказано вредная, то у вас есть какое-то лучшее объяснение, чем если у вас есть куча гетерезигот, гетерезигот, которые могут быть там на разных, например, на одной и той же хромосоме, то есть остается здоровая копия белка. То есть это уже уровень такого, следующего уровня анализа, про который я, впрочем, не буду больше говорить, но имейте в виду, что иногда это красивая история, иногда красивых историй не бывает. То есть вам еще придется думать о генетике, если вы работаете в холенических ситуациях. Вот. Значит, ну и последняя тема, это что мы делаем, а даже здесь только перейдем от врожденных заболеваний к онкологии. То есть теперь у нас будет, наш парадигма будет, у нас будет два образца, это норма и опухоль, и мы будем их сравнивать, то есть сравнивать не столько с референсом, сколько с опухоль с нормой. Вот. Значит, что такое соматический вариант, то есть ключевое слово соматический, то есть это варианты, которые, мутации, да, уже можем использовать слово мутации, которые появились после зачетия, после зачетия человека, то есть в клетке, конечно, при размножении, там случается, размножение в клетках случаются ошибки и в принципе появляются разные мутации, но некоторые из них приводят к появлению опухолей. И мы рассчитываем, что если мы сравним геном опухоли в ткани от нормальной ткани, а условно нормальной ткани, то мы тут-то найдем какое-то объяснение о возникновении этой опухоли. Да, но больше про это все гораздо, вот следующая лекция посвящена как раз этой теме. Как мы это собираемся делать? А пока просто про информатику на низком уровне на работе с секвенированием. То есть что мы будем делать? Мы берем два образца от одного пациента, образец опухоли и образец нормальной ткани. Это может быть тот же орган, а может быть сейчас используется кровь, например. Просто уже проще. Сравниваем их, находим отличия опухоли в ткани от нормы. То есть у нас вот наш пайплайн, наша процедура обработки, все очень многое из этого похоже на работу с такими врожденными полиморфизмами. Просто у нас переспар. То есть мы идем, берем наши нормы, все делаем, делаем кортирование и сравним с референсом. Берем опухоль, сравним с референсом, кортируем, делаем все это обработка, которую мы видели, сравним с референсом. А потом смотрим, находим статистически значимые отличия опухоли от нормы. То есть опять мы берем какое-то, делаем наблюдение, берем какую-то статистику, насколько мы верим в том, что там есть отличия, и потом делаем всякую фильтрацию и получаем какой-то список таких вот, список предполагаемых мутаций, которые важны для развития опухоли. Опять-таки про анализ мутаций вы слышите на следующей лекции, пока слушаем биоинформатика. То есть у нас идея, теперь мы должны делать снип-кодинг по двум образцам и искать, чем один из них отличается от другого. То есть тоже есть какое-то количество разных пакетов для этой цели, особенно если мы говорим про снипы, то есть про аннулипулятивные замены, про индели гораздо меньше пакетов. Видимо, скорее вот Варскан-соматик только в моем опыте умеет делать. Варскан реальный пакет, который есть одна программа, вы даете ей разные аргументы, она вызывает разные подпрограммы. Например, соматика ищет соматические мутации. Мы видели версию Варскана для поиска врожденных пульморфизмов. Здесь я просто в качестве примера приведу пакет от пакет-программы под названием Intect. Она из того же института, что производит в Дженом-анализе toolkit, то есть такая же авторитетная программа, которая тоже требует очень привредливо к BAM-файлам, как и JATK. То есть надо по пакете, чтобы их там довести до нужного вида, прежде чем с ними работать. Просто дам я в качестве иллюстрации того, как такие программы работают. То есть опять-таки у нас будет какая-то, возможно будет какая-то перефильтрация чтения, то есть какие и какие чтения она рассматривает. Вот ретфильтры, да? Она берет это кортирование, смотрит, берет какие-то какие-то чтения она рассматривает по качеству чтения, по качеству выравнивания, парности и так далее. Делает некоторую статистику, чтобы оценить, насколько мы верим, что вот это вот, отличая вот какая-то буква, которая встречается в опухоли, насколько мы верим, что это соматическая мутация, а не, например, просто полиморфизм, который, врожденный полиморфизм, который присутствует в норме насколько и нас уж и что это не ошибка сих мира и это просто не не знаю там не контаминация соседней дорожки то есть какая статистика после чего она проходит папа фильтр то есть опять есть какая-то фильтрация теперь на первом уровне какая-то статистика для каждого сайта и потом дальше фильтрация уже такой более контекстная фильтрация например если наш вот то что я обещала показать когда говорил про пост фильтрацию вариантов когда уже была сделана статистика просто если она красиво показана для врожденных она они примерно также будут будет почти большинство этих фильтров будут работать также для поиска врожденных полиморфизм то есть например если у нас наш полиморфизм встречается только на чтение которые идут в одну сторону то вероятно это артефакт если у нас полиморфизм встречаете только там всех местах где очень плохое качество макартирования видимо в мире тоже не верим а если например они все там все эти чтения все эти полиморфизм находятся близко к концам в чтении да все посетил полиморфизм только итогом концов чтение помним что конца чтение такое место где качество хуже видимо значит это тоже мы в этом можем не верить и находится рядом рядом с допустим с дилетцией то возможно просто артефакт тоже ну и конец если наши нашим полиморфизм встречается в контрольном образце в норме то мы верим что это скорее все пришло из нормы а не из просто как врожден полиморфизм они не ищут что появилось уже только в опухоли вот ну и потом сможем проверять всякие базами данных тогда и получает в итоге какой-то каид кандидатной мутации смог кандидата соматические мутации вот но опять-таки есть разные программы для этой цели что какие что нужно иметь ввиду если мы занимаемся онкосеквенированием а во первых первое что надо иметь ввиду что у нас опухоль может быть неоднородно опять-таки про это будет на следующей лекции еще больше но первых образец который вытащен в зависимости опять-таки от типа опухоли а типа ткани с которой она пришла или там от умения патологоанатома то там может быть какое-то соотношение опухолевых и нормальных клеток да то есть то что вы секренируем опухоль то что мы называем опухоль на самом деле не просто опухоль а смесь опухолев клеток и нормальных клеток также клетки опухоли они не могут быть генетически неоднородно потому что об и мутирует опять все это услышать через неделю опухоль мутирует и там накапывается разных ее субклонах так называемых накапываются разной мутации и а также опухоль может иметь плойность отличный от двух мы еще про это поговорим чуть-чуть дополнительно но в результате всего этого количества альтернативных чтений про то есть доля альтернативных чтений может быть сильно меньше половины то есть если мы ожидаем там что врожденную мутацию как бы либо гуманзиготы либо гетерозиготы либо половина либо сто процентов то здесь может быть любое количество тут можно говорить что допустим что если ваш там важная мутация которая является драйвером так называемой опухоли она может быть имеет больше больше количество встречать во всех субклонах но опять-таки ты уже залезая в тему следующей лекции она нас это закончить вот это надо иметь ввиду это усложняет вашу задачу также надо иметь ввиду что у нас теперь есть два образца и зависимость и низкое покрытие в каком-либо из образцов нам дает разные типы ошибки потому что есть у нас низкое покрытие вот таком секвенирование обыкновенно которым только обсуждали то мы можем не тихо плен морфизом да а тут есть у них как что есть он тут получается 2 вещи которые мы потеми так если он с низкой покрытие опухоль это у нас может быть важно отрицательный результат то есть мы не нашли нужна мутация а если низкое покрытие нормы то можем получить ложнопложить на результат это может быть что о этот fenbergезе который мы наблюдали в опухолей добавить что это мутация на самом деле тоже есть в норме, просто в норме достаточно покрытия, чтобы ее заметить. То есть тут как бы надо думать о двух вещах. Но самое последнее, что я хочу сказать, то есть это, что мы можем также, то есть вот эту тему плодности можем развить дальше, то есть мы можем немножко отойти от поиска только с этих single nucleotide variants, только от нуклеотидных вариантов, но заняться поиском, особенно в онкологии, заняться поиском более длинных каких-то изменений. Это просто другая тема, то есть пока мы говорили про поиск одного, исследование одного типа вариантов, но есть мы можем смотреть также на крупномасштабные варианты. То есть это, что еще можно делать в онкосах винирования. Это в принципе в исследованиях, в генетических исследованиях эта тема тоже развивается сейчас, я буду говорить про нее в контексте онкосах винирования, хотя эти области, вот исследования врожденных каких-то вариантов и исследования соматических вариантов, они часто идут параллельно. Вот, значит, что это тема, это такая другая тема, а к вопросу о копейности или плойдности. Мы можем смотреть, что случилось с целыми участками хромосомы во время развития этой опухоли, или, может быть, какие изменения произошли в опухоли, которых не было в нормальной ткани, которые не на уровне одного нуклеотида, допустим, на уровне каких-то кусков хромосомы. Это такая тема называется излечение изменения компейности, там copy number variation, copy number alteration. Допустим, что у нас произошло, допустим, у нас была пара хромосом, допустим, в нашем пусковом доклоне, в нашей опухоли одна копия хромосомы или куска хромосомы, она амплифицировалась, получается лишняя копия. Что тогда происходит? Мы можем смотреть на пару вещей, которые нам дадут представление о том, что произошло. Во-первых, что произошло, что у нас какой-то кусочек есть, в котором вдруг становится больше, если мы все нормализуем, то вдруг становится больше опухолевых чтений, чем было в норме. То есть у нас в норме было две хромосомы, допустим, а в опухоли локально стало три хромосомы, три копика кусочка, допустим. То есть не обязательно целая хромосома, это может быть какой-то кусок. То есть мы увидели какое-то увеличение, увеличение копейности, увеличение количества чтений. А также, если это кусочек, с которым что-то случилось, содержал какой-то гетерозиготный аллель, например, из врожденной гетерозиготный аллель, то есть тут было раньше А, Б, а стало, допустим, если он однокопийный, лично появился, стало А, Б. То есть теперь соотношение этих двух аллелей изменилось. То есть если раньше было один к одному гетерозиготные аллели, то теперь стало два к одному, или один к двум. То есть если мы посмотрим на, сколько чтений содержит какой-то вот этот вариант, и здесь мы смотрим на гетерозиготы, которые врожденные гетерозиготы, не симатические, а врожденные гетерозиготы, если мы на них посмотрим, то мы видим это изменение от половины к, допустим, к одной трети для более редкого варианта. То есть называется биаллель фреквенцией, то есть частота более редкого минорного аллеля. В этом случае для depth-фреша мы можем смотреть на BAM, а вот этот формат PILAB, который сообщает, какие там буквы видно на каждой координате, нам поможет смотреть на вот эту белую frequency buff. Другой вариант, что у нас может случиться, это было две хромосомы, то есть две хромосомы с гетерозиготным сайтом в них, а одна потерялась, то есть одна пропала. Тогда у нас осталась только одна хромосома, то есть, во-первых, у нас упала копильность в этом участке. Опять же, мы говорим обычно не столько о самой потере целой хромосомы, копии хромосомы, а может быть, о потере какого-то кусочка хромосомы. То есть у нас пересоотношение BF у нас было один к одному, там одна вторая, а теперь стало ноль, потому что наш BLE просто потерялся вместе с этой хромосомой. А также что может случиться, что у нас одна хромосома потерялась, но потом она же в процессе эволюции опухоли, оставшаяся хромосома дуплицировалась, потому что может какой-то ген был всегда в двух копиях, а в одной копии это плохо. То есть у нас получилось, как бы мы с точки зрения соотношения глубины покрытия ничего не изменилось, потому что как было две хромосомы, так осталось две хромосомы. Зато то, что было А, Б, стало просто А, А, А. То есть теперь из-за бафа половины стал баф ноль. Вот эти два случая называются потерей гетеризиготности, то есть только здесь она с потерей копийности, а здесь без изменения копийности. Таким образом, глядя на такие две вещи, как изменение глубины покрытия, изменение тотал баф, биодерфреквенции, мы можем представлять, чтобы пытаться определить, какой сценарий произошел. То есть вот из одного статьи картинка, что вот, допустим, у нас все вышло хорошо, была одна копия, вот одна копия была, а потом в какой-то момент стал, допустим, одна хромосома, вот это был случай, одна хромосома, кусок хромосома, одна хромосома, а тут разный участок, какой-то участок комплифицировался, лишний копий появился. То есть мы видим теперь по соотношению глубины покрытия, здесь написано depth ratio, у нас стало 2 к 1 вместо 1 к 1, а по частоте вот этого B-аллеля, более редкого аллеля, ну или редкого в смысле ридов, а у нас была половина, а стала треть. То есть вот мы говорим, что здесь вот произошла вот эта ситуация. То есть таким образом можно пытаться восстановить картину по разным значениям. И это такая бурно развивающаяся область в данный момент. Есть куча разных программ на эти телы. У меня такое впечатление, что каждое, не знаю, на глазах появляются новые и новые программы, которые пытаются восстановить картину того, что происходит на уровне больших участков хромосом. То есть вот некоторые из них, это не обязательно лучшие, а те, с которыми я работал, ну плюс абсолютно вот из того же пакета Бродовского, то есть из того же института. Просто хочется здесь упомянуть просто из-за уважения к этой организации. Да, и также некое, а еще в процессе вот этих вот определений, изменений и копийностей некоторые программы обещают определять плойность и долю опухолевых клеток в образце. То есть помним, что у нас была проблема какая, что затрудняется поиск вариантов. Поиск вариантов может затруднять то, что опухоль смешана с нормальным клетком в образце, а также, что там есть разные соплоны. А также, что есть разные плойности. Мы не знаем, какой процент альтернативных чтений для мутации ожидать. Вот эта программа, по крайней мере, Sequenz, она обещает, что, абсолютно обещает, что может эту задачу решать. Насколько это обещание удовлетворяется, наверное, для хороших данных это удовлетворяется. Так что вот эта область здесь может вам помочь как-нибудь в поисках однонуклатидных мутаций, если просто оценить, сколько вам нужно, сколько вы ожидаете увидеть альтернативных рейдов в вашей опухоли даже для важных мутаций. Пока мы говорим про ДНК-сек, ДНК-секвенирование в онкологии, не только в онкологии, вам РНК-секвенирование транскриптома у нас очень много информации, но про это будет, по-моему, аж три лекции, поэтому я просто такой анонс, что смотрите следующими лекциями, следите. И в конце некоторые мысли, так в заключение, не столько заключение, сколько такие вот мысли, что пока, во-первых, экзомное секвенирование пока доминирует, а просто из-за соотношения цена-информативность, но это может измениться, просто по мере того, как секвенирование становится дешевле. Стандартные форматы файлов позволяют нам строить такие пиплайны, то есть последовательность программ для анализа. Важно проверить качество на разных этапах, то есть что-то сделать, посмотрите, как это выглядит, разумно или неразумно. Мы получаем много медицинской информации, которую не всегда мы используем. НГС, ПСБ, информатику, которую мы сегодня обсуждали. Как не всегда ее легко интерпретировать, в частности про интерпретацию вам расскажут через неделю. Технологии и алгоритмы должны развиваться, они развиваются, то есть данные становятся лучше и больше. И также, конечно, хорошо бы уметь разные данные интегрировать, то есть все данные, которые, например, мы описываем в течение этого курса, чтобы их собирать в одну целостную картинку можно было бы. Было бы хорошо. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.